МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У пожарной службы сёння юбилей, ё исполнилася 165 годов. Доставить дадому за двума нашыми земляками, які потерпели у ДТЗ в Украине, сёння выехал ренімабіль. А зараз об гэтым іншым больш падрабязна. У Беларусі протягнули термін безвізового режиму. Цяпер гості з зимяжы змогуть знаходзіцца ў нашай краіне без спеціальны адзнакі ў пашпарці да 30 сутак. Указ подписав президент краіны Александр Лукашэнка. Головная умова знаходжання замежных гості засталася ранейшай. Уяжжаць на територію Беларусі яны павінны толькі празнаціональны аэропорт Мінск. У Беларусі з першого жніўня вырасте бюджет пражиточнага мінімуму. Ён складзе 213 рублёв 67 копеек. Сумма разлічываяцца ў сярэднім на душу насельніства і пасновных соціяльно-демографічных групах. Затверджаецца пастанова і Мінпрацы і соцабароны разны квартал. Ад бюджету пражиточнага мінімуму залежыць памір мінімальных працонных і соціяльных пенсій, а таксамы надбавкі да іх. С пачаткам жніўня зміняцца і паміры нікатарых дзіцячых дапамог. Дапрыкладу вырастуть адначасовая дапамогі при нараджэнні дзятей. Непахаць часова отступіла і дає макчымыць паскорыцца аграрэм. У краіні сабралі першы мільйон тонн збожжа новах аураджаю. Убрано 17% площаў, ў нашай в області 14%. Намалуча накаляє 97 тысіч тонн збожжа. У лідрах па темпах работ Хойніцкі район, дзе сабралі амальпалову аураджаю. А вось ў Рэчыцкім вызначыліся першыя тысічнікі на уборцы зернівых. Досягнення на рахунку агрокамбіната «Холмеш» і філіяла Рэчыцкага камбіната хлебопродуктав «Савецкая Беларусія». Падрабязнасті ў Явгені Кухаронак. Сё літа з заскладаных умов на двор'я выбіцца ў лідры панамалоті і перавозцы збожжа было не просто. Аднак, тымбольш гонарова аказацца ў ліку перадавіков. Імёна Івана Вырвіча, Олега Хвоста, Віктора Кардаша і Андрея Анікенкі першымі ўпісалю ў історію жніва 2018 як перадавіков з палетка ў Гомлескай зямлі. Тысічнікі, двоя камбайнеру і адзін машыніст – працівнікі агрокамбіната «Холмеш» Рэчыцкага района. Мінавіта адсюль ў регіоні, які годзапар пачынаюць віншаваць лепшых працівніка ў Палеў. Яшчы адзін герой жніва, машыніст Андрэй Анікенка, прыбыў з сусідніх гаспадаркі філяла «Савецкая Беларусі» – Рэчыцкага камбіната хлеба-продуктаў. Просто старання. Ранші выехаць, ранші, ка кажыцца, падіхаць камбайну, лишній бункер узяць. Прозапрошну маду я перёвз 5-400, прозапрошну маду около 4-х, а вэтам маду, може, таранумы, дзето так. На узнагародженні екіпаж камбайнеру Іван Вырвіч і Олег Хвост прыбыли на працоным транспарці. Толькі пасля таго, як напавніли свой бункер і адгрузіли зерні. Хвіліны не патратіли дарма. Тысячна рубеж спанамалоті збожы за імі ўжо значыцца. Аднак на гэтым спыняцца яны не плануюць. Сонце яшчы высока. Было сразу тепло, нормально. Начинали уборочную. А потом пошли дожди. Четырі дня вообще стояли. Нельзя было вообще проливаные дожди шли. Ну, ўже погода, я думаю, будем убирать. Пшеница хорошая, третикаль очень хорошая. Яровы пока ещё зеленоватые, что не подошли. Есть чего убирать. Литерально про схвіліну пасля размовы з нами Іван Вырвіч завёл комбайн і нацелився на установку новых рекордов. Поле? Молодець. Як всегда. А куде можна ещё отправиться? Работа у нас тогда. Вот такие яны герои жнивать 2018. Прасовитые и степлые. Тысячи тонн золотого грузу яны намалочывают и перевозят не первый и навэт не другой год. Однако, не глядячи на гэта, самым головным у працы лечить особистую укладу агульную справу краины. Збор ураджаю. Не давали нам погодные условия, проливные дожди в текущую неделю и прошлую неделю практически приступить полноценно к уборке, хотя всё для этого имеется. Комбайны, уровень готовности комбайнов составляет 98%, 95% зерносушильные комплексы, поэтому сегодня погода радует, восстанавливается. Мы готовы будем в ближайшее время максимально приступить к уборке и завершить её в течение этих 20-22-23 дней, которые предполагались для уборочных работ. Евгений Кухаронак, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель» Зреческого района. Мы протягиваем садшиц за лесом наших земляков, які потерпели у ДТЗ у Миколаевской области. Во украинских больницах застаются трое беларусов. Двое из них будут перевезены на Радиму. Сегодня ранится, из-за ими из Гомеля выехал Реанимабиль. У одного из потерпелых стрессенне мозгов, у другого перолом костей носу. Нагадаем, аутокатастрофа отбылася у минулую пятницу. Микроавтобус с Жихарами Гомельской области сутыкнулся с грузовиком. Пять человек загинули, 12 потерпели. Девять з них были перевезены у Гомель на наступный день. Остатние трое – под назиранием украинских урачов. Планируется транспортировать двух наших пациентов в Гомельскую областную клиническую больницу. Состояние пациентов стабильное. Совместно с украинской стороной была определена дальнейшая тактика их лечения. Во время транспортировки будет задействована ревомобиль в сопровождении ренематолога. Аутомобилем по Чарзе будут керовать два водителей. У Гомель с потерпелыми машина отправится завтра. Стан третьего пациента, який находится в Украине, пакуль оценивается як тяжкий. У ближайшие дни хирурги проведут операцию, тому перевозить его пакуль Нельха. Сегодня у нашей краине означают 165 годы дня створения пожарной службы. Гэта свята саправдных героев, які кожный день разыкуют с собой для вратовання життяу. В 1998 году пожарную службу вывели с подпорядкования Министерства внутренних справ и створили Министерство по надзвычайных ситуациях. Функции нового ведомства поширилися, але галуне засталося неазменным – безпека людей. У Гомеля сёння с нагоды знаковой даты подвяли выники работы областного управления. За пошня пять годов отрымалося знизить колькасть пожаров и, як следство, фактов гибели на их. Подразделения оснащены самой сучасной техникой, якая дозволяя оперативно реаговать и ликвидовать сгорание, як у жилым секторы, так и экосистемах. Зусім недавно набыли новые аутоцистерны, у яких можно перевозить великую колькасть вогнетушечих речево и не залежить от водок рыниц. В ближайшем будущем почнется закупка пожарных аутолесвиц у районной подразделения, где их не хопая. Это обумовлено худким заявлением новых шмат поверховок у городах в области. Есть над чем провести анализ, есть вещи, на которые нужно посмотреть с другой стороны. Даже последние погодные условия показали, что все-таки есть слабые места, как в области, так и в городе, на которыми нужно еще, наверное, поработать. Но мы совершенствуемся, мы делаем все для того, чтобы наша служба постоянно была готова оказать помощь людям. Сегодня же отбылась и концертная программа с нагодой 165 года пожарной службы. У городский центр культуры были запрошены лепшие вратовальники региона, а так само представники усих силовых ведомств. Со сцены прогучали слова подяки за штоденную працу вогнеборцам. Кераминство областного управления промерковало до мероприемства присвоивания лепшим пожарным региона позачерговых званил и узнагород от Министерства по надзвучайных ситуациях. Подарунок вратовальникам региона зарабил филиал Белдярж Страха по Гомельской области. Парк техники пополнил новый автомобиль. Эта машина очень мобильная, во-первых. Во-вторых, она специально предназначена для работы в условиях, связанных с какими-то чрезвычайными ситуациями. У нее большая проходимость в этой машине. И вообще, УАЗ Патриот, с моей точки зрения, на сегодняшний день – это та машина, которая необходима именно для работников МЧС. За перевышение худкости на дорогах Гомельской области за полгода один человек загинул. 22 отримали травмы. Про это поведомили у областной державы инспекции. Сегодня в регионе стартовал комплекс профилактичных мероприемств «Худкость». На трассах узмосненный контроль. Экипажи ДПС будут працевать в таком режиме до третьего жнивня. Намесник керавника администрации президента Владимир Жауняк сегодня провел сустречу с громадским активом региона. У делу размыва принял и первый намесник министра информации Павел Легкий. Одна из главных тем на парадку дня – развитие региональных СМИ. Працевать в былых умовах зараз уже нельга. Каб быть конкурентом с дольным, треба первым доносить информацию до ЕС пожилцов. Ах это можно сделать только с допомогой интернета. Пакульни все редакции газет у полной меры выкрыстовывают в макшимости сусветной павутины. А там устрачивают увагу читача. Почас сустречы подкресливается важность того, каб региональные СМИ больше активно працевали в интернете и в тем лику в социальных сетках. Корень проблемы, как лечить специалисты, у отсутствия конкуренции. Увы, не кунима в острой необходности вести работу по новых правилах медиарынка. Там, где есть конкуренция, там видно движение, в том числе и редакции государственных средств массовой информации. Это отрадно, это хорошо, и мы будем помогать. Тем более, что, насколько я изучил на сегодняшний день белорусский медиарынок, есть у нас возможности учить людей, в том числе и точечно. Вот мы очень большие надежды все же возлагаем на образовательную функцию факультета журналистики с точки зрения переподготовки кадров. Мы будем привлекать хороших спикеров, в том числе, если понадобится, то из-за рубежа, для того, чтобы региональные средства массовой информации все же были более современными. В Лубинском микрорайоне Гомеля отбылся первый молебен на месте будущего храма. На богослужение пришло шмат мясовых жихаров. Але неподалеку собрались те, кто будавництву храма не рад. Межтым два года тому, коли прошло громадское питание, сгадилися на узвядзенне царквы больше, как пять сотней человек. Какие аргументы проводят незгодные с будовлей городжане зараз, а так само меркование на гэты конд чиновников и духовенства. У сюжете Марины Джалай. Очень хорошо относимся к строительству, и только здесь должна быть церковь. Очень рады. Гэты две жанчины живут у доме на супрать. В день наших вздымок и не спешались на первый молебен, який прошу на место закладки храма с кицкой иконы Божьей Мати. Приход разместится вось на гэты плядцовце на перекрыжевании в улиц 60-х годов СССР и Мележа, что в Лубинском микрорайоне Гомеля. Средь местовых жихаров тых, кто за святую будовлю сотни, але есть и незгодные. На первый погляд сдается, кому может перешкодить церква. Хэты ж не нашны клуб, ци казино. Гэта божая месса. Але люди проводят шмат уласных доказов супрать. Когда мы здесь заселились в 81-м году, сплошной мусор был. Ветер гулял, как поднимет песок. Мы вот это благоустраивали. С детьми, с внуками поливали эти деревца, вырастили. Кое-как плохо приживалось это все, потому что грунт нам умной. Оно очень плохо приживалось. И вот с 81-го года, посмотрите, они карлики. Ну, кое-как выросли они. Сейчас приезжают. Неужели другого места не нашлось? Вырубка древ – один из головных контраргументов. Ти, саправды, невеликий сквер знищать. За тлумачением извернулись в администрацию советского района Гомеля. Чиновники обязают, что ахверовать раслинностью не будут. Древы перасадить. Яшет наскарга тычется близкости будущего храма до жилых домов. Люди хвалюются, что будет шумно. По их мнению, будут не соблюдены градостроительные нормативы. Хотя я могу заверить однозначно, все нормативы, будь то санитарно-гигиенические, будь то градостроительные, при строительстве данного объекта будут соблюдены. А каких нарушениях идут речь? Чего боятся? Нарушения каких нормативов именно? Есть какие-то? Основная их претензия, что вызывает беспокойство у людей, это то, что церковь будет расположена ближе, чем 50 метров от зданий жилого фонда. Но это не так. С усими документами наша здымошная бригада мела махчумость ознайомиться у гомельским гарвыконками. Нам без усиляких перешкод выдали целый 100 с папер. Тут, до речи, выники громадского обмеркования. Важно означать, что оно проводилось два года тому. И на той момент с 590 заполненных джахарами анкет с меркованием супрыть будовництва церкви были только четыре. Среди других документов посвящены об державной регистрации религийной организации, заключение об вызначении места размещения храма и инше. Усё узгодненное на республиканском узровне. Важно понимать, что храм строится не просто так, а он является центром литургической жизни православной общины. То есть, если собирается православная община, которая есть желание, проживающая в этом месте, у неё есть желание иметь свой храм, вести там литургическую жизнь, участвовать в богослужениях, в таинствах, то они обращаются за благословением правящему архиерею, который направляет в эту общину священника и впоследствии обращаются для постройки храма к законодательной власти, которая, следуя законодательству Республики Беларусь, даёт разрешение на постройку этого храма. На первый молебен, который отбылся на месте будущего храма, пришло несколько десятков прихожан. Но после завершения богослужения разгорелась спрэчка помеж прихильниками и противниками Будоули. Я вот здесь живу, на углу, понимаете? Вот здесь у нас должна быть газонная трава. Здесь машины. Я вам хочу сказать, что машины пусть там где-то будут, но не тут, не под окнами у нас. Так здесь облагородие, здесь делают стоянку. А почему здесь дорогу делали? Вход. И всё ж, задоволенных идея побудовать на этом месте храм было в десятки разов больше. Люди не цуралися наши видокамеры и захвоты выказывали свои эмоции на контузведение церквы. Нет, против нет, здесь все сами. Мы подписи собирали, мы подписали. Я как уличком улицы Любенской, я собирала подписи, у меня вся улица была «за». Ни одного человека не было против. Ни одного. Все были довольны. Здесь близко нам. Потому что церкви далековато у нас. Где-то на Быковской. Здесь же небольшая будет церковь. Как это люди не понимают? Приходний большой. Да, приходний большой. Всё-таки надо думать ещё о будущем. Столько сейчас здесь стариков в этом микрорайоне. Им, конечно, удобно вот сюда вот ходить. Они будут ходить и утром, и вечером. Положительно. На все сто процентов из ГАКа. И выше. А вы далеко живёте? Вот через дорогу я живу. Мы счастливы и немы, что у нас строят храм. И никому никогда во все времена не мешали храмы. Некольки разу охучивалось и меркование, что звон, и кипаршне избирать людей на святочное богослужение, будет створать шум. А леперазвон – это не грук от шагонки, и не шум автомобильной трассы. Это гуки, которые должны обучать только добрые эмоции, почутки и очищать наши думки и души. Даже голубы при пираливах звону не разлетаются, а не кироваются до храма. Марина Джалая, Валерий Гапанько, телеродо и компания «Гомель». Это и так само и другие новины вы можете узнать на нашем сайте у интернете по адресу www.tvarmel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь 4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Госавтоинспекция опубликовала кадры задержания микроавтобуса в Добрушском районе, за рулем которого минувшей пятницы находился пьяный бесправник. О неадекватном водителе, который по всем признакам был в состоянии сильного алкогольного опьянения, в милицию сообщили неравнодушные жители Добруша. Увидев приближающийся патруль ГАИ, водитель на своей машине бросился в бега. Около 10 минут нарушитель лавировал по улицам райцентра, подвергая и себя, и других участников движения опасности. Затем погоня продолжилась на трассе М-10 в сторону границы Российской Федерации. Водитель никак не отреагировал на пять предупредительных выстрелов из табельного оружия. Правоохранители открыли огонь по колесам. Было сделано восемь выстрелов по машине нарушителя. В результате два задних колеса оказались пробитыми. Не справившись с управлением, водитель отправил свой грузоный персиками микроавтобус в кювет, где он и опрокинулся. Уходить от преследования сотрудниками органов внутренних дел бесполезно. У нас имеется на вооружении хорошая техника, также специальные средства принудительной остановки. Также мы имеем право по законодательству использовать табельное оружие для остановки транспортных средств. У нас имеются средства связи, по которым мы можем вызвать дополнительные экипажи в целях оказания нам помощи. И помните, в случае неостановки штрафные санкции будут в разы выше. Водителя задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Очередная трагедия на воде произошла в нашей области. Накануне поздно вечером на Роповском озере в Гомеле утонул воспитанник лицея. Тело найдено спасателями от свода примерно в 15 метрах от берега. Компания молодых людей находилась в запрещенном для купания месте. Время проводили за распитием спиртного. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Назначен ряд экспертиз. По всей видимости, спиртное стало причиной еще одного ЧП. В Гомеле за Ледовым дворцом мужчина загнал свой внедорожник в водоем. Вытаскивать его пришлось трактором госавтоинспекции. Автомобиль был с российскими номерами. К счастью, обошлось без жертв. Четырехлетний ребенок без присмотра, находящийся на балконе девятого этажа, стал причиной вызова спасателей. 24 июля 18.23 в Центр оперативного управления Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о нахождении ребенка в открытом окне на балконе в одном из домов по улице Кожера в Гомеле. К месту оперативно выехали спасатели, в то время как диспетчер продолжала выяснять обстоятельства случившегося. Один из работников МЧС, поднявшись на девятый этаж, сумел наладить контакт с девочкой и убедить ее отойти от окна. Второй же работник в это время, поднявшись по лестнице на девятый этаж, проник в квартиру и до прибытия матери находился с ребенком. Выяснилось, что мать, уходя из дома, попросила присмотреть за дочкой и сыном 2009 года рождения свою старшую сестру. Сестре понадобилось уйти, а старший ребенок решил пойти погулять на улицу, и девочка осталась одна. После спасения в медицинской помощи она не нуждалась. Дальнейшие разбирательства будут проводить сотрудники милиции. Напомним, что каждый случай оставления малолетних детей одних без присмотра взрослых МЧС считает чрезвычайной ситуацией. От имени редакции программы поздравляем всех спасателей с профессиональным праздником, а телезрителям советуем оставаться с нами на канале, беречь себя и своих близких. Я Руслан Габрилев, благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь 4 Гомель» новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Гомель» продолжает подготовку к первому турниру нового сезона – Кубку Руслана Салея. После двухнедельной работы на земле подопечные Олега Хмыля вышли на лед. Первым соперником «Рыси» в Кубке Беларуси, напомню, будет «Молодечно-2018». Матч состоится 5 августа на площадке соперника. В ближайшее время гомельчане проведут два товарищеских спарринга. 29 июля «Рыси» на льду малые площадки Чижовка-арены встретятся с Тольяттинской «Ладой». А 2 августа проведут домашний патч против Жлобинского «Металлурга». В августе в «Гомеле» состоится международный турнир по мини-футболу. Принять участие в состязании планируют команды из четырех стран. Компанию хозяевам гомельской дружины «Бэче» намерены составить дебютант российской суперлиги «Динамо» из Самары. Чемпион Армении Ереванский «Лео» и пятая команда украинской экстралиги «Сокол» из Хмельницкого. Поединки международного турнира по мини-футболу будут проходить с 15 по 17 августа на паркете гомельского спорткомплекса «Локомотив». Молодежная сборная Беларуси по гандболу, в составе которой выступает левый полусредний гомель Андрей Климовец, обеспечила себе место в полуфинале чемпионата Европы во втором дивизионе. Турнир проходит в Македонии. На групповом этапе белорусы пока показывают стопроцентный результат. Подопечный Олега Шарейко уже одержает 4 победы и возглавляет группу А. Обыграны сверстники из Литвы, Греции, Эстонии и Финляндии. Завтра в заключительном матче предварительного этапа сборная Беларуси сыграет с командой Форельских островов. В группе Б играют команды Швейцарии, Италии, Македонии, Украины и Великобритании. В полуфинал выходят по две лучшие команды из каждой группы. Гомельчанки отправятся на чемпионат Европы по пляжному регби. Турнир 4 и 5 августа пройдет в Москве. В состав женской сборной страны попали пять игроков гомельской команды Seven Links. Анна Гриценко, Ирина Дроздова, Марина Панкратьева, Светлана Русиновича, Наталья Шевченко. Белорусская команда попала в группу B. За выход в плей-офф турнира нашей сборной предстоит сразиться с командами Хорватии, Грузии и Италии. В группе А за выход в плей-офф будут бороться Россия, Австрия, Словения и Латвия. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин